Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, вот мы с вами и дожили до праздника Рождества Христова, а когда-то, две тысячи с лишним лет назад, и все человечество впервые дожило до этого дня, который наступил, пришел на эту землю очень тихо и незаметно. Что может быть более убогим, убогим и смиренным, чем пещера для домашних животных? Что может быть скромнее и даже унизительнее, как родиться не в человеческом жилище, а в загоне для скота? И вот всемогущий Бог так входит в историю человечества, чтобы стать одним из нас. Будучи по божеству, по естеству великим Богом, как говорится сегодня в первом послании к Тимофею апостола Павла, что Бог, которого никто из людей никогда не видел, который обитает в неприступном свете, его никто не видел и видеть не может. Вот он явился на этой земле так тихо, скромно, смиренно. И те, кто не принял Марию и Иосифа на ночлег, на постой тогда в Вифлееме, никто не получил никакого наказания, никакого возмездия. И в этом открывается природа божественная, долготерпение, милосердие, прощение, смирение, скромность. Да, вот иногда люди ведут себя, земные люди ведут себя, как боги. Им хочется, чтобы все перед ними раскланивались, все с ними считались, все их почитали, превозносили, преклонялись, смирялись. А вот Бог ведет себя удивительным образом иначе. Это не значит, что, так сказать, Бог не нуждается или не нужно ему кланяться, не нужно его почитать, не нужно его прославлять. Нужно! Но это нужно прежде всего самим людям, чтобы быть благодарными, достойными, честными, чтобы быть похожими на своего Создателя. Поэтому человек и нуждается, и старается, достойный, умный человек, что где надо, там и смирись, и поклонись, и прославь Творца, и вспомни о том, что ты всего лишь человек, а не какое-то всемогущее сверхъестественное существо. Ты даже в своей земной жизни можешь далеко не все, и знаешь далеко не все. Это уже само по себе должно тебя учить скромности, сдержанности, терпению. Что такое Бог и что такое человек? Разные вещи. Но Бог пожелал войти в этот мир, в мир людей, именно как человек, встав в один ряд с нами. И таким способом, хоть и чудесным, хоть и непостижимым, но вот таким, что никто бы из людей, пожалуй, бы не пожелал, чтобы его ребенок, или ты сам, или кто-то из близких и знакомых вдруг рождался бы, рожал бы вот в таком странном и совершенно неподходящем месте, как это Бог решил устроить, чтобы Сын Его и Спаситель наш вошел в этот мир. Евангельское чтение, которое мы слышали, цитирует древнее пророчество Исаии, Исаии пророка, который говорил, глядя вглубь веков вперед, предсказывая о будущем Спасителе Христе, «Сеотрок мой, которому благоволит душа моя», говорит, как пророк Исаия от лица Бога Отца, «возлюбленный мой, он не воспрекословит, не возопиет на улицах, не услышит голоса его, льна курящегося не угасит», то есть это льняной фитилек, который вот того, гляди, потухнет, но еще там огонек теплится, не угасит, не задует, и тростника надломленного, тростиночки, у которой коленца уже повреждена, и она почти согнулась, и этого не переломит, но даст спасение народам. Вот в этом образном таком предсказании показано, как Христос Спаситель войдет в этот мир и будет совершать свое служение, какие результаты этого служения. Да, он не будет ходить по улицам и орать, кричать, кого-то обличать, во весь голос что-то пропагандировать, рекламировать себя, звать за собой толпы. Вспомним, что всегда удивляет, как Господь говорит, когда сделает что-то необычное, никому не говорите, никому не рассказывайте, не нужны ему эти толпы, которые будут бежать только за эффектами, как создается ажиотаж порой, какая-то святыня приехала, какие-то мощи, кто-то где-то выступает, что-то необычное, и все бегут за материальным результатом, за скорейшим каким-то эффектом. А вот когда надо терпеливо и смиренно что-то делать, ждать, работать внутренно над собой и над достижением действительно какого-то духовного успеха, тут уже толпа рассеивается, желающих оказывается немного. Но вот Спаситель входит и так себя ведет в этом мире, на этой земле, что Он совершает сильные вещи, говорит мудрость божественную, дела делает великие, смиряется до зела, как мы говорим по-славянски, восходит на крест, молится за распинателей, умирает от боли и духовной, и физической, то есть сходит до самых глубин того, во что погружается и обычный человек. Но воскресает, да, выходит из рабства смерти, показывая тем самым, что и у обычного человека есть надежда на воскресение, и у обычного человека есть надежда, что его страдания, его терпение, его какие-то препятствия, которые мы с вами преодолеваем в той или иной мере, в том или ином месте, они не бесплодны, они не бессмысленны и безрезультатны. Они тоже приведут и тебя к воскресению, к обновлению, к вразумлению, к мудрости, к просвещению, к возрастанию, к достижению высших добродетелей. Но это надо пройти. И поэтому, как Христа Спасителя еще в очреве Матери не все приняли тогда в Вифлееме, как его не все приняли и принимали и отвергали даже, когда он уже ходил и проповедовал, так и сейчас, и во все времена. Не всем это нравится, что надо кого-то прощать, за кого-то молиться, кому-то помогать, что-то там терпеть. Всем хочется все здесь и сейчас и побольше. Можно и за счет других, можно и отнять у других, можно и наказать всех, кто тебе не нравится. Но это путь погибели, это путь дьявола. И вот Рождество Христово, несмотря на весь такой праздничный, так сказать, антураж, на всю радость и веселье, которое, конечно, уместно в эти дни с чувством меры, тем не менее, этот праздник каждый раз напоминает нам и о очень важных, глубоких и духовных вещах, которые, если люди упускают из вида, то все впустую, все в суе, и Рождество будет в суе, и Пасха, и все, что угодно, и кресты, и иконы, и свечи, и таинства, если внутренний человек не почувствует вот эту суть христианства, любовь, скромность, смирение, терпение, следование, научение, восхождение и, конечно же, результат и в этой земной жизни, и в жизни вечной. Аминь.